добрый день дорогие друзья очередной выпуск программы полный поп-бай мы посвятим магии и воздействием воздействиям на человека то что воздействие в жизни существует это доказанный в науке факт отказаться от изучения магии на самом деле неразумно это то же самое что заявить что у вас нету попы у вас есть только голова а попа вам не нужна она грязная на самом деле она есть и она функционирует в организме и если у вас есть не проблемы то есть проблему всего организма магия это неотделимая часть нашей жизни жизни это неотделимая часть психики вопрос черная магия белая зеленая или в крапинку я на магии называть буду любые техники по работе с сознанием человека любые техники на тонком уровне по работе по воздействию на других людей давайте представим что вы оказались ситуации когда на вас было оказано некое магическое воздействие это может быть порча это сглаз приворот все что угодно и вам надо это как-то удалить из вашей жизни вы чувствуете дискомфорт либо у вас есть провалы в памяти когда вы не можете вспомнить либо же определить почему вы вели себя тем или иным образом например сбегали от любимой девушки к непонятной женщине вот либо же у вас были какие-то моменты когда вы себя очень плохо чувствовали либо же у вас резко подорвалось здоровье ни с того ни с разные вариантов масса не буду все перечислять ну вот у вас голове родилась мысль что вам сделана порча или сглаз или нечто еще и вам надо обратиться к специалисту к специалисту который бы это все убрал и если вам в таком случае сказать что пойдите классическому гипнотизеру или гипнологу и вам в гипнозе это все помогут убрать из психики так вот понимаете если у человека в голове в контексте существует что ритуальные вещи можно убрать только определенными ритуальными услугами я имею ввиду обращением к магам гадалкам целителям то и убираться у него будут в том контексте который есть у него в голове и не иначе и в таком случае усилия гипнологов и гипнотизеров могут быть тщетными хотя в принципе тот же самый ритуал по снятию это та же самая про трансовка и тот же самый гипноз но выполнен немножко в другом ключе но именно этот контекст прописан человека в голове и именно этот контекст соответственно выдает результат поэтому отрицать какую-то часть видов гипнотических воздействий и каких-то ритуалов каких-то вариантов психотехник я считаю что это неразумно если уже так складывается значит надо брать тупо использовать сегодня мы рассмотрим ритуалы по снятию любых воздействий смотрите вот например есть техники которые говорят что порчу сглаз приворот и так далее любое влияние магическое можно снять например через тетахилинг вот там обратился к творцу почистил себя и вот оно уже все ушло на какие-то вещи снимаются но поверьте мне если вам сделал профессиональный маг-то не какой-то то хеллинг это не снимет снимается точно так же как оставилась то есть на любое есть определенные противоядие есть определенные ритуалы по тому как сделать и соответственно определенные ритуалы как это убрать и сегодня мы рассмотрим определенный универсальный ритуал как он выполняется Он универсальный почему? Потому что если не с однократного варианта, то с трехкратного максимум. Вы удалите практически любое воздействие, которое на вас было оказано ритуальным путем. Что нам для этого понадобится? Это классический славянский вариант. Что нам для этого понадобится? Нам понадобятся яйца, нам понадобятся свечи, нам понадобятся иконы, нам понадобится ладан. Нам понадобится набор молитв определенных. Каждая молитва, которая будет идти по ходу, я буду давать пояснение и объяснение. Мы это все будем проделывать. Сейчас вы будете видеть видео. И в конце будет вывешен текст. Этот текст вы можете сделать с топ-кадр экрана, переписать и использовать. По сути дела, это такое учебное пособие, которым может воспользоваться любой желающий. И на видео вы видите, человек, который делает данный ритуал, он тоже читает это все по бумажке. Результативность. Результативность велика. После этого ритуала ходить к магам-гадалкам и платить дурные деньги не имеет смысла. Вы это можете сделать сами. Если не сами, то ваш знакомый может сделать это на вас. То есть это делается друг на друге. Когда это делается? Это делается тогда, когда у вас есть желание почистить свои энергоинформационные структуры. Звучит так криво, но из вашего поля физического плана, энергетического плана, будет удалена информация, которая является деструктивной для вас. И эта информация может быть ваша же, о вас же самих. То есть мы сами себе создаем очень много негатива в этой жизни, поверьте мне. Эта информация может быть других людей о вас. Эта информация может быть сделанная насмерть. Эта информация может быть приворот, привязка и так далее. На подрыв здоровья, на отношения, на финансы, на блокировку ваших каких-то энергетических потоков и так далее. То есть это любой вид воздействия, который на сегодняшний день негативно сказывается на вашей энергетике. Чей ритуал мы будем использовать? Данный ритуал получен нами от мага Ингвара. На самом деле весьма интересного сильного человека, психотерапевта, который работает в ключе, если надо, в профессиональном медицинском, если надо, в магическом. То есть он может себе позволить работать с клиентом так, как требует психика клиента в контексте клиента. Ну и, соответственно, для людей, в психике которых есть запрос на проведение каких-то ритуалов, он выдает вот такой вариант работы, и этот вариант работы достаточно эффективен. Может ли человек противодействовать гипнотическому воздействию? Да, может. Да, может, если в его системе ценностей и убеждений отсутствуют программы, за которые могут зацепиться влияние и внушение. То есть если в его системе ценностей и убеждений нет вариантов, когда на него может быть оказано воздействие, соответственно, оно не может быть оказано. Если в системе ценностей и убеждений такая программа есть, хотя бы одна, хотя бы какая-то генетическая, соответственно, оно оказано будет. И часто генетические программы срабатывают у людей, они подвержены влияниям и внушениям и воздействиям любого рода. У тех, у кого, например, были предки, связанные каким-то образом с целительством, с народной медициной, с гаданием, с любыми видами магических ритуалов. Возможно, были священники, возможно, были экзорцисты, возможно. То есть в генетической линии есть информация о том, что в роду были люди, которые владели какими-то техниками. В таком случае по наследству эта информация передается, и тогда вариантов укрыться и спрятаться от ритуалов у человека крайне мало. Насколько наказуемы все виды воздействия, да, господа? Все виды воздействия наказуемы, если они осуществляются без согласия и без просьбы клиента. Поэтому, если к вам пришел запрос на какую-то черную магию, серую, белую, вкрапинку, 7 раз подумайте, потому что возврат, он приходит. Можно ли оказывать какие-то воздействия на человека, не получив за это обратной реакции отката? Да, можно. На это тоже существуют определенные техники, но эти техники очень высокого порядка. И лишь для единиц они открываются. Просто любой первый попавшийся при ТИЕ свой этих, ну, не верю, что может. Может, я просто не знаю. Относится ли данная техника к некой ритуальной, магической, и может ли за нее наказание какое-то последовать? За то, что, например, вот вы сейчас собрались, друг друга вычитали, вычистили, и за это может ли последовать какое-то наказание от мага, либо от бога? Вы знаете, я тоже не верю в то, что может вернуться какое-то наказание после данной конкретной техники. Потому что она идет на созидание, она идет на восстановление прав и ресурсов конкретного человека, который в данном случае участвует в данном ритуале. И это его право быть здоровым, быть целостным, иметь свою точку выбора, свои взгляды на жизнь, свои убеждения и так далее, свою систему ценностей. И никому не позволено в ее вторгаться. У него же всегда сохраняется право вернуть все назад в то русло, которое предначертано Богом. И, соответственно, ожидать, что за исполнение этого ритуала может последовать какое-то наказание, как минимум нелогично. Что мне читать? Так, сначала наливаешь воду, зажигаешь свечки. Воду? Святой? Ну да, святую, да. Святую. Вон зеленый на банк наливали, там уже туда попьешь, в тот угол, где это самое, берешь свечки и читаешь на защиту заковы. Вот он сверху, прямо вот в той, что ты держишь. Нет, вот в той. Не перейдет к тебе. Вот читаешь, там... Зак... А читка у нас называется? Читка со свечем. Угу. Угу. Субтитры делал DimaTorzok 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 Сначала стаканы мою, а такую Божью Наталью от порчи, болезни, несчастья, неприятностей, невезения. Порчи, болезни, несчастья, неприятностей, невезения. Ага, и себе руки до локтя. И себе руки до локтя. Так, а теперь берешь свечами, ходишь по кругу и читаешь там заговорную защиту. Так, заговор на защиту. На молитвенную защиту. Да. Тоже кресты накладываю, да? Нет, просто шкру. Михаил Архангелов сошел с небес, но выражая заряд щебе, поставила на отколе с Натальей Леонидовской. На воду. Что? На воду. Зачем я выдала всю эту информацию? Ну, я заеду, что-то тоже самое говорю. Зачем я выдала всю эту информацию в эфир? Казалось бы, сокрой и добудет тебе счастье. Сегодня очень много людей, которые не соображают, что делают. Которые оказывают воздействие и думают, что вот все так просто. Ритуальчик сделал и ничего не прилетит. И потом вот смотришь на человека, а он умирает от болезни, да, гниет. А при этом у него там под стеклом лежит кукла, которой уже много-много лет. И он уже не помнит, что и когда он сотворил. Но сегодня ему больно тяжело, и он эти вещи считает взаимно несвязанными. Ребят, ничего просто так не бывает. Не надо вредить другим людям. Но если уже так случилось, что кто-то навредил вам, вы можете себе помочь сами. И сделать это достаточно просто. Все есть в доступе, все есть в наличии, у вас есть вся информация. А вообще, для того, чтобы убрать невежество из этой жизни, для того, чтобы разбираться, что и как работает в психике человека, для этого надо просто учиться. Вариантов саморазвития очень много. Вариантов самопознания очень много. Но поверьте, все они приходят к классическому гипнозу. Начало в нем. И вот эта отправная точка потом просто помогает вам нанизывать как бусы на нить все другие психотехники. И видеть, какая из них будет работать, какая не будет. Какая из них идет в том ключе или в другом ключе. Это всего лишь разновидности. И вот эти разновидности помогают нам смотреть на мир шире. И помогают нам быть здоровыми, счастливыми, успешными. Ну и немножко включать мозги, когда мы думаем, что мы делаем с другими людьми. Удачи, счастья. С вами была я, Наталья Зайцева. С вами была я, Наталья Зайцева. Спасибо.